Всем привет дорогие друзья, с вами Меридар, с вами Diablo 3. В данном видеоролике мы рассмотрим билд крестоносца через поиск света. Довольно таки фановый билд, будем использовать молоточки. Фанатам Diablo 2 посвящается, для тех кто не в курсе скажу, что в D2 был такой замечательный билд как Хаммердин, те же самые молоты. Ну давайте приступим. Поиск света. Каждый раз, когда освещенный молот поражает противника, время восстановления умения падающего меча на смешку уменьшается. Все, наша кдшка. 4 предмета в течение 8 секунд после приземления при использовании умения падающего меча крестоносец получает на 50% меньше урона. Вот, ясно, понятно. Урон от умения освещенный молот увеличивается на 1250%, а от умения падающего меча на 500%. То есть наш бурст по домашке. Так, в руки мы берем доу джианы, скорость атаки, умение освещенный молот наносимый ими урон увеличивается на 100%. Щиток. Умение освещенный молот наносят на... наносят трем первым противникам на 234% больше урона. На ручьи наши. Если освещенный молот поражает не более трех целей, восполняется 78% затрат гнева на использовании умений. То есть, привет, одиночные цели, элитки, боссы, стражи порталов. Так, поясок. Освещенная перевязь в момент приземления при использовании умения падающего меча крестоносец также использует умение суд, которое получает эффект руны изнурения. Ясно, понятно. Ну, о скиллах сейчас чуть-чуть попозже расскажу. Также используем сет. Замечательный бесконечный поход. Бонус от двух вещей. Во время движения весь получаемый урон уменьшается. Максимальный объем уменьшения 50%. Вот. И пока герой стоит на месте, наносимый им урон увеличивается. Максимальный размер увеличения урона 100%. То есть, да, кастуя молот, мы будем как раз-таки заниматься тем, что будем стоять. Так. Камушки. Камушки. Это тхедык. Каждый раз, когда герой расходует ресурс на поддержание умения, его урон увеличивается на 2%. На 1,5 секунды эффект суммируется 10 раз. И второй бонус. Это показатель брони увеличения на 2% за каждый суммирующийся эффект. Тоже довольно-таки интересная фича. Второй камушек. Голгот стремительности при атаке героя оказывается под действием эффекта стремительности, который повышает скорость атаки на 1%. Вероятность уклонения также на 1,3% на 4 секунды. Эффект суммируется до 15 раз. Да, замечательная синергия с нашим тхедыком. И показатель уменьшения времени восстановления умений уменьшается, увеличивается на 1% за каждый суммирующийся эффект стремительности. Тоже очень крутая штука. И наш сейф, поскольку мы такой милишник, мы постоянно в куче врагов находимся. Это эзотерическая трансформация, получаемая уменьшение получаемого нефизического урона на 10%. И второй бонус. Если запас здоровья составляет менее 50%, сопротивление ко всем стихиям, также тайна магии уменьшается на 75%. То есть, блин, очень крутой, очень такой, блин, сейвовый, прям, мы танк-танк с этим камушком. Вот, как мы видим, везде мы тыкаем силы, здесь уменьшение времени восстановления, здесь крит. В принципе, все ясно, все стандартно. Так, сейчас мы зайдем в куб. Что я здесь использую? Так, используя не то, что надо. Используем мы здесь Кровавый Брат. Кровавый Брат увеличивает вероятность блокирования атаки на 20%. Заблокированные атаки наносит на 30% меньше урона. После блокирования атаки, следующая атака героя нанесет 30% дополнительного урона. Короче, очень хитрый меч. И сейв, и урон. Так, дальше штаны хаммера. Если герой ослепляет, обездвиживает или глушает противника, урон, получаемый этим противником от умения освещенный молот увеличится аж на 400% на 10 секунд. Ну и собрание стихии, да? То есть наш баф. Фигачить мы будем светом. Ждем прока света со всеми вытекающими. Ну, давайте, не знаю, зайдем, что ли, в какой-нибудь нефалемский портальчик, легенький. Я вам расскажу механику. Механика такова, что, как я уже сказал, основное умение это освещенный молот с руной бесконечность, да? То есть бесконечность нам дает бесконечность. При столкновении молота с противником в течение точки столкновения может появиться еще один молот. То есть, больше, нужно больше молота. Так, в принципе, незаменимая руна. Сложно найти что-то более лучшее. Далее идем насмешка. Крестоносец насмехается над находящимися по близости противниками и мгновенно накапливает дополнительные 5 единиц гнева за каждого противника в области действия умения. Используем руну Попробую ударь. В течение некоторого времени после насмешки вероятность блокирования атак у Крестоносца возрастает. То есть, грубо говоря, с этим умением у нас практически бесконечный гнев. 5 единиц. Если мы в толпе юзаем, колдаун очень быстрый. Нескончаемый гнев практически. Далее идем Поборник Акарата. Руна Пророк. Да, в принципе, все, что нужно. Броня Крестоносца усиливается, пока он выступает в роли Поборника Акарата. Когда Крестоносец впервые получает смертельный урон во время действия эффекта, его запас полностью восстанавливается. Здоровье. То есть, наш сейв, наша воскрешалочка. Вот. Дальше. Принцип Доблести. С руной Неудержимая Сила. Да? То есть. Эффект при активации использования принципа ненадолго повышает скорость атаки Крестоносца и его союзников. Так, и пассивный эффект следования принципа повышает скорость атаки Крестоносца и его союзников. Масло масляное. Неудержимая Сила. Эффект при активации использования принципа затрат гнева на использование всех умений снижаются. Некоторые ходят с критическим ударом. Но не знаю В принципе довольно таки неплохие обе руны Я все таки придерживаюсь неудержимой силы Очень много мы кастуем Довольно таки дорого стоит умение 10 единиц гнева Особенно если там мало мобов Со всеми вытекающими Так, наша железная кожа с руной вспышка Тоже кожа крестоносства ограбевает И превращается в железо Которое в течении непродолжительного времени Поглощает большую часть урона Да, а именно на 4 секунды 50% Вот, и руна вспышка Если крестоносства получают урон Мы можем проходить через мобов Не знаю В принципе Можно и стальную кожу Да Увеличенное действие Но Все таки тоже имеет право на жизнь И в принципе она мне больше нравится Иногда нужно убежать от мобов Короче Пойдет Хорошая вещь Тоже Следующее умение Падающий меч Крестоносец взмывает в небеса И оглушает И обрушивается на противника Используем руна Вихрь стали В точке приземления крестоносца Появляется вихрь клинков Который увлекает за собой противников И ненадолго выводит их из строя То есть тут пишется 5 секунд Но что-то мне кажется Это как-то многовато То ли это как-то режется у них Ну ладно 5 секунд и 5 секунд Короче, как это все выглядит Да, сейчас мы Подопытных кроликов найдем Кстати, многие заменяют Падающий меч На скакуна С руны закалка Ну это такое Падаем Прожимаем все, что можно Бежим дальше Опять-таки Все быстро кадешится Раз Быстренько перемещаемся Сейчас Скажем Закончилась Подходит к концу ярость Гнев То есть мы юзаем насмешку Да, вот скажем так Оп Оп И опять Полный столб Нашего гнева Довольно-таки любопытный билд По крайней мере Пока вы Скажем Не собрали наследие кошмаров Пока вы Не понавыбивали Древние шмотки В принципе Можно побегать Пофаниться Вспомнить Наша любимая Д2 Да, представить себя Великим хамером Такого плана В принципе Билд конечно Очень сильно уступает По домашке И по Мобильности Тому же самому Наследию кошмаров Да, бомбардировка Бочки с шипами Со всеми вытекающими Но опять-таки На первое время Сойдет Довольно-таки Веселенькая тоже вещь Вот Много сейвов В принципе Неплохая домашка Вот Имея Можно сказать Начальный набор Да Пару Пару древних шмоточек Миллион шестьсот Как бы Жить можно То есть Ну Естественно Т10 Все падает Великие порталы Ну где-то Шестьдесят пятые Семидесятые Вот Я В принципе В данном билде С данными камнями В принципе Камни Я сейчас Камни у меня ушли на крафт Поэтому они Нулевые у меня Как Как показатель Вот Воткнул Первые попавшиеся Такого плана Довольно-таки Интересный билд Качайте Пробуйте Проходите Фантазируйте Не следуйте моде Да А с вами был Миридар Играйте в хорошие игры До новых встреч Пока